В Тихорецкой квартире учителя Алена Гончаренко кипит ремонт. Семьей в четыре человека они скоро переселятся в комфортную двушку из коммуналки. Улучшить условия помогла региональная программа поддержки в один миллион рублей на первый ипотечный взнос. И не только. Нам мало того, что край добавил этот миллион, у нас был еще материнский капитал. И то есть основной суммой у нас оставалась только третья часть на ипотеку. Это, конечно, радовало очень сильно. Дом расположен в новом микрорайоне Тихорецка. В этом городе Гончаренко с рождения. Отучившись, осталась на малой родине и решила преподавать в небольшой городской школе. Радостью решения жилищного вопроса она делится с губернатором. Возможность появилась на краевом педсовете. Внушительное подспорье должно привлекать кадры в малые поселки и хутора, считает Вениамин Кондратьев. Пока последний из заявок не будет одобрено, программу не закроют. Позвольте вам выразить огромную благодарность за субсидию в 1 миллион рублей, выделенную мне на покупку квартиры. Сегодня у нас около 273 человека всего лишь навсего. А заявок, я уже сказал, заявок больше тысячи. И вот программа по первому взносу в качестве первоначального для получения квартиры в рамках ипотеки. Эта программа нужна. Поэтому еще раз говорю, программа будет действовать до тех пор, пока все, кто заявку подал, не получат этот миллион рублей в качестве первого взносу. Для молодого педагога, специалиста, вернувшегося после учебы в стены родной школы, такая забота, поддержка бесценна. На такую же меру поддержки в крае могут претендовать медики и социальные работники. Виктория Крамарь 11 лет жизни помогает нуждающимся. Собирает детей к первому сентября, отправляет несовершеннолетних в санаторий, помогает восстановить документы. Теперь черед государства. Заявку на 1 миллион она сделала в январе. Около 10 дней ушло на то, чтобы деньги перечислили на счет. Я приобрела двухкомнатную квартиру, буквально в 15 минутах езды от рабочего места, поэтому все сложилось как можно удачно. Есть три основных условия, которые нужно соблюсти для выплаты. У претендента не должно быть собственного дома, квартиры или располагать площадью меньше 10 квадратных метров. Он должен проживать на протяжении 10 лет в регионе, а после получения выплаты 5 лет отработать по своей специальности в бюджетном учреждении. Так сказать, вернуть вложенные государством средства своим умением. Уже больше 700 учителей, медиков и соцработников под условия попали, и выплаты получили. Попасть в их число можно, подав заявление в Кубанский центр господдержки населения и развития финансового рынка. Обо всех подробностях узнать на горячей линии.